Здравствуйте! Что-то такое рассказать, пока не началось. У нас тут вообще стоит интересная задача перед нами, передо мной. Как это сказать? Выступить в жанре Unix для полных дебилов. Unix за 24 часа. Какой за 24? За 4 часа не хотите. Значит, дело вот в чем. Поскольку наш разговор, он как бы взятый сверху, то есть мы рассматриваем не непосредственно операционную систему на базе Linux, а именно ее свойства для продвинутого пользователя, для человека, использующего дистрибутив. И как эти свойства откладываются, как они превращаются в свойства самого дистрибутива и в способности сообщества, которые, и возможности сообщества, которые вокруг этого наверчены. Вот. Поэтому у нас нет времени заниматься вот всем этим волшебством, о котором я попытаюсь сегодня рассказать, и в следующий раз тоже, слишком подробно. Мы этим будем заниматься в следующем семестре попросту. То есть мы согласимся на том, сойдемся на том, что... На свете есть много разных дистрибутивов всего. И попробуем... Ну, как бы сойдемся на том, что нельзя объять необъятного, и рассмотрим что-то, что, с одной стороны, действительно многофункционально, как пресловутый дистрибутив Gnullinux, а с другой стороны, достаточно хорошо организовано, чтобы это можно было изучить и посмотреть, как работают механизмы внутри. Вот эти-то самые механизмы я постараюсь описать сегодня и в следующий раз вот так вот описать. Именно поэтому, кстати, сказать, нам не понадобятся проекторы и все остальное, потому что в следующем семестре я бы хотел, чтобы у нас была аудитория с проектором, а не без него, чтобы можно было на компьютере что-нибудь такое показывать. Соответственно, ну а сегодня, значит, у нас такой описательный разговор про Unix-подобный дистрибутив, вот, и это, пожалуй, то, с чего следует начать. Кажется, я об этом говорил еще в прошлый раз, но, видимо, надо повторить. Значит, первым делом, обратите, пожалуйста, внимание на то, что картинка, нарисованная мной здесь, такая слегка запутанная, тем не менее, намного более понятная, чем картинка, нарисованная мной в виде вложенных списков на странице, посвященной прошлой лекции, потому что там какой-то, ну, совсем адская мешанина с условными связями, какими-то волшебными ссылками друг на друга и так далее. Поэтому если у кого-то возникнет идея нарисовать таки вот эту картинку в каком-нибудь графическом редакторе, в каком-нибудь диаграмме, не знаю, да, проходите, ничего страшного, значит, это будет очень хорошая идея, потому что я лично предыдущую картинку простейшую рисовал, наверное, час, да, эту я буду рисовать день, вот, осталось найти этот день, вот, так что если у кого-то руки быстрее и мозги быстрее крутятся, и есть идея потом как-то сделать, то было бы очень неплохо. Значит, что за картинка? Давайте ее попробую еще раз нарисовать, чтобы не оставаться голословным. Значит, у нас есть ядро операционной системы, которое облеплено модулями операционной системы, и все это запускается в режиме супервизора, в режиме работы процессора супервизора. Ядро предоставляет программный интерфейс какому-то программному же, какому-то окружению, и, собственно, вот этот программный интерфейс называется системные вызовы, и он нужен для того, чтобы писать программы, пользующиеся функциями ядра, а эти самые функции ядра, это и есть основной набор того, что вам предоставляет операционная система. Унификация, разделение и частичное, и учет использования ресурсов компьютера. Соответственно, программный интерфейс. Вы можете написать программу на C. Unix-подобная система хороша тем, что эти программы на C на самом деле уже все написаны, которые утилизируют программный интерфейс ядра, и у нас появляются такие штуки, которые называются утилиты. У них есть текстовый интерфейс, это вот утилиты. Собственно, изначально утилитой, собственно, и была командная утилизация программного интерфейса ядра. Но дальше больше, потому что помимо утилит, у которых есть текстовый интерфейс, в Unix-подобной системе, во-первых, конечно же, появились сразу прокладки в виде библиотек, которые сами представляют программный интерфейс. Но из этих библиотек, значит, всевозможные зависимости тянутся, они могут быть там целыми деревьями, даже графами, я бы сказал, друг с другом, значит, как-то, да, и даже вот так вот, значит, вот так вот. Да? Вот. То есть, одна утилита, как правило, тащит за собой еще кучу библиотек, потому что, ну, не как правило, частенько, потому что они ей нужны, с одной стороны. С другой стороны, появились программы, называемые демонами, которые сами-то взаимодействуют с ядром, но их интерфейс совершенно не такой, он еще какой-то, неважно какой. Ну, каким-то способом, значит, вы, собственно, почему название демон возникло? Потому что это из Платона, он считал, что им, вот, у него есть персональный такой даймон, кстати, демон, это еще очередная ошибка программистов, вот, они путают демона и даймона. Демон – это вот известно кто, это такой чертик в аду, или не чертик. А даймон – это вот как раз из позднего Платона, который говорил, что у него есть такой персональный даймон, который сам в его жизни не вмешивается, но если его нужным способом попросить, то он предоставляет оптимальное решение задачи, то есть как бы вот не сам Платон такой мудрый, а у него есть вот такая мудрая высшая инстанция, от которой можно вытрясти решение задачи. Так вот, юниксовые демоны – это на самом деле эти самые даймоны, да, они болтаются где-то вокруг нашего ядра, это процессы, естественно, обычные процессы уровня ядра, вот, но к ним уже интерфейс у вас не командный, а какой-то иной, ну не знаю, по сети их дергать, через канал их дергать, неважно как. Важно то, что задачи пользовательские решают они, но поскольку к ним непосредственно обращаться с помощью утилит неудобно, или есть какие-то специальные утилиты для обращения к ним, пользователи к ним ходят другим способом. Вот, поэтому они представляют какой-то другой интерфейс демоны, другой, и вы к ним как-то обращаетесь, уж не знаю, там, вот, ну, тоже может быть утилит, неважно, да. Типичный такой вот демон из тех, чтобы было понятно, зачем они нужны, это подсистема работы с печатью, да, у вас есть целая большая, не одна утилита, там, целая группа процессов, в том числе постоянно присутствующих в памяти работающих, которые занимаются отсылкой документов на печать, вот, при этом вы непосредственно этим не занимаетесь, и более того, вы непосредственно не запускаете утилиту печати, как это было, скажем, в 70-80-е годы, собственно, в немалой степени Unix еще и для этого был создан, когда, да, вы что делаете? Вы делаете другое, вы подготавливаете файл для печати, говорите, дорогой, дорогая служба печати, печатай, вот, говорите, служба печати, печатай, это как раз вызов специальной утилиты, которая даже будет как-то этот демон тыркать, ну, не знаю, как там, как у нас сейчас это сделано, через UnixSocket какой-то, да, там открыт канал, по этому каналу он посылает сообщение, ну, как-то, вот, неважно, это, вот этот интерфейс не программный, вот, или по сети вы можете присоединиться к этому, вот, конкретно к серверу печати по сети через броузер, и в броузере какую-нибудь кнопочку нажать, вот. Помимо этого, значит, вот демоны, да, помимо этого существуют еще всякие приложения, которые, вообще говоря, они не предназначены для утилизации системных нужд, они предназначены для решения уже совершенно прикладных задач, вот, приложения и прикладные библиотеки, что в конце концов, конечно же, приводит, как было правильно замечено в прошлый раз, место к вызову системных вызов, куда денешься, но то, что прикладные библиотеки делают, то есть, то, объектная модель, с которой они работают, она совершенно иная, вот, она не имеет отношения к начинке ядра, да, там, какие-то, значит, я приводил пример Куте, потоки данных, вот это все, вот, то, что не предусматривалось ядром, а предусматривается прикладным уровнем, обработка изображений какая-нибудь, не знаю, да, вот. Вот, главное для нас отличие библиотек от всего остального, не туда, вот, библиотек от всего остального, вернее, приложение от всего остального, что у них какой-то не такой интерфейс, не текстовый, вот, не хомендлайновый, скажем так, и об этом мы поговорим в следующий раз более подробно, собственно, вот эту вот картину операционной системы общего назначения, которая решает много разных задач, делает тот факт, что вокруг вот этих утилит можно написать оболочку shell, которая позволяет комбинировать, значит, есть специальная утилита, которая называется shell, тоже с текстовым интерфейсом, которая позволяет комбинировать результаты работы всех возможных утилит в операционной системе, и тем самым буквально на верхнем уровне программирует решение любой задачи. Вот, это содержимое конца прошлой лекции, я его, значит, вот такой цветочек, желательно еще более разумный, надо как-то мне нарисовать самому или кого-то сподвигнуть, потому что то, что есть сейчас в лекциях, выглядит немножко невразумительно. Вот, а я пока вот это отставлю, про это мы поговорим в следующий раз, вот, более подробно вот про это конкретно, про то, что делает вот такую структуру действительно, что сделала вот такую структуру операционной системы, которая продержалась практически, не изменила свои идеологии там в течение, ну, не знаю, 40 лет. Примерно столько же, сколько существует компьютерная связь. Да, Михаил. Ну да, на самом деле тут есть такая подробность, что вот не все подряд лезут в ядро, да, а есть один большой такой... Спасибо, может быть, это и правильно. Для удобства. Вы, конечно, можете написать утилиту, которая дергает непосредственно системный вызов, но для удобства работы у нас есть одна большая библиотека, которая называется LePsy. Давайте мы ее тут нарисуем. LePsy. Именно она оборачивает все вызовы системные, которые мы используем, а другие библиотеки уж лучше будут ходить к ней. Все. Вот. Почему так? Потому что в таком случае мы становимся независимы относительно того, как именно реализованы те или иные системы вызова в ядре, да. Мы этот LePsy можем прилагать не только к конкретному ядру операционной системы Linux, а вообще к любому ядру, который поддерживает POSIX. Как дальше вот мы ходим сюда, а как отсюда ходят к ядру, это уже вопрос второго плана. Между прочим, спасибо Михаилу за такое замечание, надо будет даже и в тексте поправить, потому что это, собственно, делает эту систему более гибкой, да. Если у вас есть проблемы с множеством различных объектов, введите второй уровень косвенности. Вот LePsy – это второй уровень косвенности. Мы стандартизируем не системные вызовы в данном случае, а вот эти вот функции. Мы можем написать программу, которая пользуется функциями отсюда. Вот. Как именно, в какие конкретно номера системных вызовов это все превратится при ходьбе к ядру, зависит от того, что за ядро. Ну, в Linux это примерно все одинаково, хотя тоже меняется. А уж если это не Linux, а другая Unix-подобная операционная система, то там может быть реально все по-другому. Вот. А LePsy это все скрадывает. Значит, ну, получилась картинка еще хуже, чем была. Значит, я попробую поправить все-таки. Я-то как раз хочу, я-то как раз хочу сотрудничею. попытаться за 24... за 4... даже нет, за 2. Нет, все-таки за 4 часа рассказать про общую структуру... общую структуру Unix-подобной системы. Вот. Сейчас что-нибудь придумаем. Как вы сейчас увидите, в этой структуре, о которой пойдет речь, довольно много такого легоси образца второй половины прошлого века. В первую очередь, ну, это легоси, разумеется, распространяется на способ представления данных, потому что, ну, мы с вами знаем, что чем, там, не знаю, даже для какой-нибудь бинобальной графики нужна довольно большая процессорная мощность, чтобы ее вообще как-то отображать. Поэтому, когда все это задумывалось, разумеется, богатство выбора было не такое большое, и после, в общем, недолгих сомнений, если они вообще были, разработчики еще там... вот, 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 еще Кен с Ричардом, да, вот... Не Ричардом, Деннисом, или что это фамилия? Да, еще Кен Томпсон, Деннис Ричард, остановились на том, что вот эти вот утилиты, да, которые мы тут рисовали, они должны управляться с помощью такого интерфейса командной строки. Интерфейс командной строки. Вот. Что такое интерфейс командной строки? Мы уже, как бы, много раз об этом говорили, могу только повторить. Это ситуация, когда вы вступаете в диалог, человекомашинный диалог, человекомашинный диалог, основанный на взаимной передаче текстовых данных. Текстовый. Значит, слово диалог и слово текстовый здесь оба важны, потому что текстовый означает, что нам, вообще говоря, достаточно передавать байты, единицы байтов, да, вот когда мы говорим о том, что это происходило 40-50 лет назад, разработка такого интерфейса, мы понимаем, что передавать килобайты тогда было тяжело. Вот. Вот. Передача байтов. Байтов. Вот. То есть мы можем организовать взаимодействие человекомашинное на основании того, что... на основании ничтожного объема данных. Ничтожного с точки зрения вычислителя. Слово диалог означает, что вот этот вот обмен текстовыми данными между человеком и машиной, он не одноразовый, а происходит постоянно. То есть часть задачи решает машина, когда человек ею командует. Результат команды машины выводят человеку, человек этот результат команды осмысливает. Часть задачи решает человек, он принимает решение, какую команду давать следующей. Дает следующую команду, машина опять ее выполняет, возвращает результат, и так по кругу. Диалог. При этом обратная связь. При этом обеспечивается обратная связь. То есть вот эти вот обмен командами и результатами, он еще и, так сказать, вот эти результаты потом человек как бы в голове обрабатывает. На самом деле, и об этом мы поговорим, наверное, в следующий раз, главная фишка состоит в том, что машина тоже умеет обрабатывать эти результаты. Результат одной команды вполне легко обработать с помощью другой команды. Но пока что мы говорим про сам интерфейс. Значит, обратная связь. Я даю команду, я получаю ответ. Я реализую этот ответ, это и есть моя обратная связь, я даю следующую команду и так далее. Что важно? Поскольку это человекомашинный диалог, то вот эти вот данные, которыми человек обменивается с машинами, они имеют, на них существуют вполне определенные ограничения. Во-первых, human readable, они человекочитаемые. Human readable. Дайте напишем целиком. Human readable. Ну, это обычно такое частое требование. Если у нас вообще происходит какое-то взаимодействие с человеком, было бы неплохо, чтобы то, при помощи чего происходит взаимодействие с человеком, ну, этот человек понимал. А второе требование, оно менее очевидное, но на самом деле даже более важное. Я бы назвал так человекописаемые данные, human rightful. То есть у нас должен быть наш диалог организован таким образом, чтобы вот те команды, которые человек посылает, он вообще смог вообще набрать. Те данные, которые от него требуется ввести, он бы смог ввести за фиксным таймом и, в общем, не ошибиться. Потому что у нас есть пример довольно современных таких human readable форматов, которые не являются human rightful. Особенно в форматах данных такое есть. Ну, вот предложите с места формат, который прочесть можно, а самому написать очень тяжело. XML, голос первой парты, да. Вот кто-нибудь когда-нибудь пробовал написать большой, хороший, там, не знаю, SVG файл руками. Я пробовал. Вот, больше не хочу. Значит, вот типичный текстовый формат, который проглядеть глазами можно, а вот самому соорудить очень тяжело. Вот. Особенно без привычки. Human rightful. И еще один пункт, который мы в прошлый раз обсуждали, это совмещение и разделение потоков управления и потоков данных. Совмещение и разделение потоков управления. И потоков данных. Данных. Что я имею в виду? Смотрите, когда мы даем в нашем текстовом интерфейсе команду компьютеру «давай работай», компьютер может нам вернуть, обеспечить обратную связь двумя способами. Или, так скажем, по двум причинам. Причина первая. Он обработал те данные, которые мы ему послали, и вернул нам обработанные данные со словами «вот, я сделал». Вторая причина. Обработка может закончиться неудачей, или она закончится, но нам еще попутно с теми данными, которые нам возвращаются. Приезжает некоторое сообщение. Ну, не знаю, там, все хорошо, но вот последняя строчка была пустая, я ее выбросил. Потому что она была пустая. Ну, вряд ли ты, значит, вот в своих входных данных, там, не знаю, которые там, какие-нибудь учетные карточки твоих пользователей, да, вот, предусмотрел пустого пользователя. Наверняка ты просто лишний янтер нажал. Ну, это я расшифровываю, но, в принципе, вот такого рода сообщение, или там файл не найден, вот это все. То есть, идея стоит в чем? Что то, что человек видит в качестве обратной связи, как минимум имеет двойственную структуру. С одной стороны, это обработанные данные, которые нам программа вернула, с другой стороны, это ее программы, личные сообщения, личную нам. Чуть более скрыто, но тоже достаточно понятно, как различается поток управления входящий, да. Есть данные, которые мы скармливаем программы, а есть какие-то, значит, наши упражнения на клавиатуре, с помощью которого мы этими программами управляем. Ну, в том же, в тех же линок-системах можно прямо с клавиатуры послать сигнал процессу. То есть, вы нажимаете специальное сочетание клавиш, это специальное сочетание клавиш вообще превращается внезапно в посылка ядром процессу сигнала. Совмещение потока управления и потока данных внутри одного терминальчика приводит к тому, что пользователь, ему не нужно куда-то ходить дополнительно, чтобы и управлять компьютером, и использовать его по своему пользовательскому назначению. Да? Значит, мы видим, мы видим и диагностику, и обработанные данные в одном и том же терминальчике, и мы в одном и том же терминальчике и вводим сами данные, и нажимаем на всякие управляющие последовательности, типа вот Ctrl-C, который посылает сигнал. Но, разумеется, такое совмещение было бы неудобным, если бы нельзя было произвести разделение. Это разделение есть. На самом деле вы всегда можете отделить те сообщения, которые выводят вам программы диагностические, от тех сообщений, которые она выводит стандартные. Кто изучал язык программирования C или слушал какие-нибудь лекции по вычислительным системам, знает, что есть Steadout и Steader. Вот Steader – это место, куда выводятся диагностические сообщения, а Steadout – это то, куда вводятся, собственно, обработанные данные. Значит, мы об этом опять-таки будем говорить в следующий раз, когда мы будем говорить о Шелле, а пока что пойдем дальше. Вот такой принцип, который нам организует интерфейс командной строки, выглядит достаточно таким герметичным и сразу же определяет класс задач, которые мы можем решать с помощью такого интерфейса. Это задача – обработка текстовых данных или данных, которые можно преобразовать к тексту. Ну, то есть, смотрите, значит, обработка, так и напишу, обработка текстовых данных или преобразуемых к текстовым. Значит, ну, что касается обработки текстовых данных, то их вообще вокруг куча, да? Кроме список файлов в каталоге – это текстовые данные. Какое-нибудь содержимое конфигурационного файла, которое описывает поведение нашей системы – это текстовые данные. Какие-нибудь сведения о работе системы – это текстовые данные. Но с другой стороны, ну, представьте себе, вот у нас есть какие-то мозги нашего ядра, в этом мозгу ядра у нас есть таблица процессов, в этом таблице процессов есть всевозможные поля, никакой эти не текстовые данные, да? Это вполне себе, там, какие-то куски данных на СИ. Но есть специальный интерфейс, с помощью которого эти данные могут быть преобразованы к текстам, и дальше мы, как в том анекдоте про фельдшера, сведем задачу к предыдущей. Доведем состояние до открытого перелома, да? И будем решать с текстами данными. Значит, поскольку все управление системой и передача данных по умолчанию, и когда-то, да, планировалось как текстовое, в Unix-подобной среде развилось очень много инструментов для обработки текстов. И из-за этого, кстати, тот же Linux, как одна из наиболее поздних формаций Unix-подобных, вообще стал исповедовать принцип, а давайте вообще все представим в виде текстовых файлов. Совсем все. Все файл, причем все файл текстовый. Даже заведем специальную файловую систему, в которой будет называться slash pros, в которой в текстовом виде будут валяться несуществующие файлы, а на самом деле это не... То есть мы туда будем ходить, как будто там лежат файлы, а на самом деле нам просто ядро будет таким способом отдавать информацию о наших процессах, информацию о том, какие файлы там открыты, информацию о каких-то внешних устройствах, обо всем. Вот вместо того, чтобы писать программу на хи, жалко, это стер, которая ходит к программному интерфейсу ядра и оттуда что-то вынимает, можно заранее ядро научить представлять всю эту информацию в виде файлов в файловой системе и ходить туда с помощью стандартных утилит, обработки текстов, коих в Linux очень много. Вот. Что получается? Получается система, в которой очень много утилит, то есть очень-очень много программ разных, которые решают всевозможные подзадачи, начиная от системных и заканчивая уже совсем таким, таком, вполне себе пользовательским, которые, значит, ну все-таки сводимы вот к этим задачам. На самом деле даже нет, да, потому что, если, допустим, настроение настройки сети или манипуляция какими-то изображениями, в конце концов, если у нас перед нами стоит задача обработки изображений, кто сказал, что те данные, которые мы хотим изменить в этих изображениях, не преобразуем их в текстовом формате? Ну, скажем, не знаю, там, нужно поменять размер. Размер два числа, вполне себе текстовый формат. Берем какую-нибудь утилиту, которая занимается обработкой изображений. Пожалуйста, измени мне размер вот той картинки. Нас не интересует содержимое этой картинки. Нас интересует исключительно командачка Resize. И, пожалуйста, там есть целый пакет, который называется ImageMagic, который ровно для этого приспособлен. Это инструментарий, команд-лайновый инструментарий обработки изображений, причем он умеет так много, как никто из нас здесь присутствующих себе даже вообразить не может. Включай меня. Или начинай с меня. Значит, много утилит. Много утилит. Утилит. В том числе утилит обработки текстов. Значит, еще раз, да, какие-то утилиты. Это утилиты, которые занимаются просто оберткой вокруг системных вызовов, да, там всякий просмотр каталога, работа с файлами, вот это все. Это утилиты, которые предназначены для решения административных задач, вот, взаимодействия с демонами, какие-то, значит, подгрузка модулей, ну, много их таких, да, там, запрос каких-то системных служб, еще чего. И это утилиты, которые решают пользовательские подзадачи, но, опять-таки, в рамках вот этой парадигмы, условной обработки текстовых данных или данных, сводимых к текстам, когда это вообще, ну, имеет смысл. Как только мы заговариваем о том, что у нас вырисовывается какая-то структура, какая-то, значит, идеология, связанная с тем, что у нас много различных программ для решения различных подзадач, у нас сразу встает вопрос, один из вопросов, скажем так, системного администрирования, а вообще, что делать с файлами, с объектами внутри нашей операционной системы. Вот они-то как устроят? То есть, если же мы, если мы вообще представляем себе работу с системой, как работу с какой-то, с какими-то структурированными данными, то одной из главных таких структур, является структура файловой системы, логическая, да? Файловой системы. У термина файловой системы есть два неравных друг другу определения. Первое определение – это способ хранения файлов на различных носителях, да? Ну, файловой системы, там, не знаю, x2, x3, x4, или файловой системы, там, ISO, или FAT32, вот это вот файловой системы, да? А с другой стороны, это первое определение. А второе определение, которое мы сейчас рассматриваем, да? Это логическая структура, это дерево каталогов, если у вас, конечно, файловая система состоит из каталогов. Вот. Потому что она может состоять из тегов, как база данных быть устроена, например. Вполне. В некоторых случаях это удобно. Вот. Но в случае, в случае Unix-подобной системы, и в частности Linux, да, под файловой системой понимается дерево в стандартных каталогах. Дерево стандартных каталогов. И тут надо понять, не так, не то, чтобы надо понять, все это понятно и так. Тут надо немножко допереть, почему это так. Смотрите. Мы всегда знаем, что у нас полный путь к файлу начинается с корня. Никаких имен дисков, ничего вот этого вот нету в Linux и Unix. Все файлы, к которым вы вообще теоретически имеете доступ к вашей системе, можно в виде полного пути описать как вот корень. И дальше, значит, каталог, 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 файл. Вот это вот у нас, даже не так, вот так. Файл. Вот. Вот это у нас будет каталогом, в котором лежит этот файл, а это именно файл. Это сделано для чего? Это сделано для того, чтобы мы могли строго зафиксировать на самом деле какие каталоги в системе уже есть и что там находится. Долгое время существовал целый стандарт на то, как должны называться каталоги позикс-подобные файлы системы, называются FHS, файл-системы и урархи-стандарт. Но быстрое развитие как раз Linux в последние там десятилетия, даже чуть быстрее, в последние пятнадцатилетия, я бы сказал, немножко это дело подвинуло на задний план вот эту стандартизацию, вот последний выпуск 2004 года, тем не менее, для всех систем, которые до этого, до этого и во время этого заявляли свою Unix-подобность, файл-системы и урархи-стандарт был таким, ну, если не ориентируем, то по крайней мере, ну, такой вот меткой относительно, насколько файл-система, данные Unix-подобные системы, нестандартны, насколько она отходит от того, как люди рекомендуют вот это делать. Так что, в плане полюбопытствовать, вы можете сходить на сайт фхс, там ссылочка есть, вот, а в плане на пальцах в течение нескольких минут рассказать, давайте посмотрим, какие каталоги есть в файловой системе. Значит, фхс. Ну, давайте прям начнем, прямо в корне. Каталог бин, ну, слэш бин, да? Слэш. Давайте не так сделаем. Давайте вот так сделаем. Значит, это каталог, в котором лежат программы. Вот. Именно поэтому мы всегда знаем, где у нас лежат программы, потому что они лежат в слэш бин. Правда, некоторые программы нужны только системным администраторам или для работы с демонами. И поэтому, вообще говоря, пользователю их запускать совершенно необязательно. Вот. Они будут ему только мешать. Это программы, которые не решают пользовательские задачи. Поэтому для них есть еще отдельный каталог, который называется SB. Типа системный бинар. Вот. Да, значит, поскольку довольно быстро пришли к тому, что надо написать побольше библиотек и потом с помощью этих библиотек писать программы, разумеется, появился каталог LIV, в котором лежат библиотеки. Напоминаю, библиотеки – это просто такие сборники функций. И в частности, не знаю, LIV-C там лежит, не там, там. И в частности, обертка вокруг ядра. В общем, то, с помощью чего можно писать программы не только самому, но и вот используя то, что до тебя, до тебя уже написали и сложили в эту библиотеку. Отдельный каталог, где лежат библиотеки. Какой-нибудь, я не знаю, каталог Share. Историческое название каталога Шари такое, потому что, если у вас есть два компьютера, на которых работает Unix, или Linux, и которые принципиально разной архитектуры, ну, скажем, один, там, где-то когда было в 80-е годы, или там 90-е, ну, один у вас, там, не знаю, Motorola какой-нибудь, 68-300, вот, или там, 68-300, а второй, там, ну, не знаю, какой-нибудь, тот же System 5, но не на Motorola, на какой-нибудь там, на какой-нибудь Spark, да, то вот эти бинарники у них, разумеется, разные, это абсолютно разные архитектуры, с разной структурой, и эти библиотеки у них разные. А вот в каталоге Шари лежит то, что может быть использовано и тем, и другим Linux-ом одновременно, и, скажем, выставлено вообще в сеть. Вот. Поэтому в каталоге Шари обычно лежат всякие системно-независимые штуки, вот. В частности, там лежит документация всевозможная, которые в ManPage, Man, Doc, вот. Ну, и какие-то файлы, какие-то подкаталоги, относящиеся к, тут тоже много всего, какие-то подкаталоги, относящиеся, ну, скажем, к файлам, написанным на скриптовых языках, которые тоже кроссплатформные, им вообще не обязательно лежать в бинарных каталогах. Что еще может нам понадобиться в жизни? Нам понадобится, может быть, в жизни специальный каталог, где бы мы хранили файлы непонятного размера. Смотрите, у нас подход такой, Unix-овый, то есть мы сначала настраиваем операционную систему, потом ее, знаете, все развертываем, потом настраиваем, потом пускаем в эксплуатацию, и она эксплуатируется долго. Это означает, что содержимое вот этих каталогов будет меняться только в редких случаях, когда мы будем, собственно, перенастраивать эту операционную систему. А вот содержимое каталога, но бывают такие места или такие файлы, которые постоянно растут, например, системные журналы или какие-то еще штуки, в которых постоянно происходит запись. И вот такие штуки будут классов каталог ВАРП. Опять-таки, там есть всякие подкаталоги в нем, потому что у этого ВАРа тоже много разных назначений. Идея каталога ВАР, что в нем хранятся файлы, размер которых, вообще говоря, может неограниченно расти и по-всякому. Владимир? Нет. Значит, так вот, каталог ВАР, он возник таким образом, чтобы туда можно было класть файлы. Я про юзер сейчас расскажу. Чтобы туда можно было класть файлы всякого размера. Почему так? Почему так? Это отдельная тема, я ее затрону, вот буквально прямо сейчас. Но я, как правильно заметил, Владимир не рассказал ничего про каталог ЮСР. Значит, есть еще каталог ЮСР. Значит, вот это вот лежит ЮСР, я правильно понимаю? Да. Сейчас расскажу. Все остальное лежит вот это. Значит, каталог ЮСР образовался следующим образом. Петин Новодворский, такой известный довольно персонаж, Дебен Монтейнер на школьной скамье и вообще такой интересный, интересный товарищ, мой бывший студент, вот, он в свое время раскопал где-то рассылку, но на самом деле, конечно, не он раскопал, раскопали все. Вот, где-то в рассылке за 1970 какой-то год следующее сообщение, «Ура! Мы купили себе новый жесткий диск. Теперь мы можем написать еще больше программ, а то старый был размером, боюсь соврать, 10 что ли, мегабайтов или 20, вот, и теперь мы можем написать еще больше программ, и давайте мы договоримся, что на старом диске, вот здесь вот, лежат только программы, которые нужны для старта операционной системы, больше никакие, и только они, а все остальные программы, пускай лишат в USR, и там тоже будет BIM, LIP, вот туда мы переместим шари, вот, раз уж он большой, теперь мы можем монтировать со всех, по сети, использовать по сети со всех, со всех наших устройств, вот, вот, ну и еще что-нибудь туда же запихнем, например, каталог local, в котором будут лежать файлы специфические для данной машины, только для нее, то есть, вот вся операционная система, как операционная система, стандартная, а вот здесь лежит что-то, кстати сказать, в FHS еще, вот сюда вот, определяет каталог opt, от слова optional, для тех же целей, то есть, сюда, сюда кладутся файлы, которые, вообще говоря, совсем не имеют отношения никакого к операционной системе, к дистрибутиву, вернее, вот, opt и USR local, равен стоит в том, что USR local опять будет BIM, LIP, ну и так далее, вот, а в optе будет просто так, свалку, при внимательном рассмотрении этого дерева обнаруживается, что мы не придумали, куда складывать все остальные это файлы, вот, которые не являются ни библиотеками, ни программами, ни документами, ничем, ну, куда обычно, как называется все остальное, вот так и называется, и так далее, вот, есть еще каталог и так далее, в который, судя по названию, решили складывать все остальное, но, с течением истории, вот этот каталог ETC, он, вырос в своем значении, теперь туда складывают конфигурационные файлы от всего, вот, исторически он называется и все остальное, а на самом деле, это фактически каталог, в котором хранится профиль операционной системы, вот, на самом деле, это не совсем так, потому что есть еще места, в которых можно поискать нечто, имеющее отношение к профилю операционной системы, но вот здесь вот лежит подавляющее большинство того, все настроечные файлы должны лежать здесь, вот, те самые текстовые настроечные файлы, которые, которые удобно редактировать, human readable, human writable и так далее, то есть предназначены для обработки их человеком, для создания и обработки их человеком, вот, ETC, в результате получилась такая немножко, ну, как это сказать, причудливая система, причудливая не в смысле неожиданная, а в смысле имеющая в себе некие вот следы исторического развития, вот, но запомнить назначение каталогов достаточно легко, ровно все, вот так вот, до последнего времени все ровно так и было, старт системы, отдельный каталог, USR, где все остальное, вот, большую часть системы здесь, вот, приложения все только здесь, здесь исключительно системные и такие-таки нужны для старта, вот, правда, все это было в те самые времена, когда, значит, покупка нового диска как раз приводила к тому, что еще больше программ можно на него записать, вот, а в современных, разумеется, операционках, там, где вообще понятие размера диска скоро должно как бы исчезнуть, да, у нас будет один такой общий, один общий пул дискового пространства и все там должно находиться, вот, в общем, это все различие между вот этим и вот этим стираются и, мне кажется, дистрибутивы Федорок, да, начали переносить все вот сюда, по-моему. А? Ну, да, да. Ну, вот, Федора. То есть, идея стоит в том, что мы сейчас рассматриваем такую легоси-структуру, вот, смысл, который, в общем, не слишком утратится, если ее слегка распрямить, вот, но разницы я особо не вижу, поэтому буду говорить то, что помню на зубок, да, а современные тенденции говорят о том, что, конечно же, вот эта вот вещь, ну, можно отсюда сюда переносить или отсюда сюда, эти каталоги на сегодняшний день они совершенно одинаковы. С БИН там тоже есть. Ну, вот, без разницы. Иногда тут просто символная ссылка стоит отсюда сюда. Вот. Значит, ни у кого и здесь, значит, я так думаю, что здесь присутствующие должны делиться на две категории. Те люди, на три. Те люди, которые вообще знают, почему, когда я говорю про покупку нового диска, я не говорю про новое имя диска. Те люди, которые неудумевают, а где же здесь новый диск вот в этом месте? И те, которым пофигу. Ладно. Значит, так вот ответ на вопрос, почему от покупки нового диска нигде не появляется в этой файловой системе нового диска, а появляется просто новый каталог? Ответ на вопрос очень простой. В ядре операционной системы инекс-подобной, в том числе в Linux, есть операция монтирования. Монтирование, напиши по-русски, монтирование. Это операция подключения файловой системы к какому-нибудь каталогу, называемому mount-point или точкой монтирования. Вместо того, чтобы называть различные файловые системы, теперь я говорю про файловую систему в терминах раздела на диске, а не в терминах архитектуры. Вместо того, чтобы называть их различными именами или как-то так вот к ним относиться ну куда прибили, так и держатся. В классическом Unix было принято просто взять и говорить так, слушайте, вот у нас есть там каталог use, давайте вот за этим каталогом будет вообще отдельный файл систем. Кстати, вопрос ко всем, кто не знает ответа, попробуйте его придумать. Какой вот из этих каталогов со всей очевидностью нужно переносить на отдельную файл систем? Вот из этих. VAR, да, совершенно справедливо. потому что он один из всех обладает свойством внезапно переполнится. Понятно, да? все остальные мы туда как положили, так и будет. Ну вот тут вот с оптом там системный администратор пускай решает, а вот здесь вот точно, вот VAR, там журналы лежат. Если их не крутить, то не то самое, ну, понятно, да, что такое кручение журналов. Старый переименовываем в еще более старый, еще более старый, в еще более старый, самый старый выбрасываем, а новый завозит. Значит, я в неправильном порядке сказал, надо сначала выбросить самый старый, потом предыдущий переименовать, а то всегда будет один и тот. Вот. VAR, совершенно справедливо. Раз уж мы заговорили о монтировании, можно придумать еще парочку каталогов. Один из них называется TMP. Нет, один каталог, TMP, в который, как следует, из названия вообще временный, то есть, когда мы выключаем машину, а потом ее включаем, он может быть и пустой, например. Никто не гарантирует, что файлы в нем выживают. Вот. Зато подписывается пользователям все временные файлы хранить именно там. И, в принципе, если у вас достаточно много памяти, например, это может быть вообще файлы системы в память. Вот. Тогда заведение там большого количества файлов, удаление большого количества файлов и вообще какая-то адская манипуляция с файлами файлой системы не приведет к постоянному морганию диска. Вот. TMP. Значит, еще один каталог, который, к которому мы вернемся, когда будем говорить про право доступа, открыл к слэш-хоум. Вот. Нужный для того, чтобы в нем пользователь заводить под каталоги и вот эти под каталоги каталога хоум изначально это есть единственные каталоги, если не считать TMP, в которых пользователь вообще имеет право что-то писать, больше никуда. А, еще есть вар-тмп. Все остальные каталоги для нормального пользования просто запрещены на запись, только для администратора. Что, кстати, очень удобно, потому что нормальный использователь никак не может испортить систему совсем, даже случайно. Даже если очень захочет, не сможет. Он может испортить, усцелить все свои файлы. Хорошо, пускай стирает. Ну, он так хотел. И вот здесь мы переходим к следующей теме. Отлично. Вот здесь мы переходим к следующей теме, которая называется «Права доступа». Я же говорю, я за 4 часа весь Unix расскажу. Смотрите-ка. Что же получается? Получается, что с введением стандарта на иерархию файловой системы в каком-нибудь 3BSD можно почитать man here и вот этот here это и будет весь мой рассказ. Мы строго расписали в какой-то каталог какие части операционной системы кладутся. Я ничего не пропустил? Какой-нибудь SRV? А, я пропустил, знаете что? Я пропустил специальные файлы системы, это надо сказать. Отступление назад. Поскольку в Linux, ну, в Unix системе, а вслед за ним и в Linux, очень много утилит для работы с файлами и еще не меньше утилит для работы с текстными файлами, помимо, значит, как я уже говорил на самом деле, специальный каталог слэш-проц описывает всевозможные свойства системы, процессов этой системы, процессов системы, да? Там будет под каталог с номером процесса, а в нем будут файлы, а в этих файлах будет какая-то какая-то текстная информация про процессы. Кстати сказать, это все абсолютно никаких файлов на самом деле нету. Вы просто ходите к ядру с системными вызовами файлового ввода вывода или каталожного, посмотреть каталог, открыть файл, прочитать из файла, а ядро вам их удовлетворяет эти системные вызовы. Никаких файлов у нас действительно не существует. Это виртуальная файловая система. Она просто вам предоставляет информацию о системе в виде по-файловому API, да? Так вот, таких каталогов несколько в Linux. есть еще слэш-сис, который описывает аппаратный профиль системы. Причем самым разным способом. Там может быть классификация по назначению устройств, по их расположению, там PCI, USB, там еще что-то вот какие-то там отдельные, короче, вот много. И еще есть, по-моему, дев. Да, дев. Каталог слэш-деф это тоже вирту... виртуально... Нет, это не виртуальная файл-система. Где как, вернее. В последнее время модно ее делать виртуальной, потому что ее удобно очень сопровождать. Но в каталоге слэш-деф располагаются специальные файлы. Вот об этом мы слишком подробно говорить не будем. В каталоге слэш-деф располагаются специальные файлы, то есть объекты файловой системы, которые можно называть по имени как объекты файловой системы, читать и писать... читать их и писать в них, да, как с объекта система но которые на самом деле соответствует каким-нибудь внешним устройством диски раньше было очень модно звук туда класть какой-нибудь дев писям устройство ты туда просто копируешь файл а у тебя из колонок лезет вот музыка из этого файла ну или ему не музыка если это был файл не музыка и вот какой-нибудь фрейм буфер короче говоря в виде файла представлены внешние устройства с которыми можно работать как с файлами или специальным системным вызовом йогту который позволяет делать произвольную функцию с этим устройств опять-таки зачем плодить сущности если у нас есть файловая система если в этой файлы системе есть жесткой жесткий архив каталогов и нормальный способ доступа к конкретным ее объектам то почему бы устройство не поселить тут же вот они есть каталоге там даже специальная служба сейчас не просто так раньше же так было системы администратор просто руками создается отвезший девайс если этот девайс есть то при старте ядра он становится доступен через этот файл если нету то попытка ему обратиться приводит кашек вот а сейчас за этим следит специальный демон он смотрят не появился какой-то новый девайс системе если он появился тут же бац заводит там соответствующую соответствующую соответствующий объем а когда он пропадает объект удаляет а пользователь просто доходит и смотрит там есть там деву из бы чего-нибудь троллевая а это моя камера счастье да вот теперь мы переходим к теме прав доступа и вообще вот этого все чем прежде чем вернуться к каталогу хом давайте посмотрим как устроены процессы в опять-таки самых 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 по самым-самым верхам как устроены процессы в юник системе ну начнем с того чтобы эти процессы как-то различать у каждого процесса есть идентификатор процессных процесс вид идентификатор процесс зачем он нужен он нужен для того чтобы вы вообще не знали с каким процессом вы собираетесь общаться вот в частности как полагают классе предполагают классики жанра компьютерной индустрии для того чтобы общаться с процессами им надо посылать сигналы если мне не изменяет память сигнал это такой на такое сообщение в котором ничего кроме его типа нет вот там сигнал номер столько все вот чем это удобно это удобно тем что фактически конечно же для этого существует утилита она правда называется kill вот утилита kill вот пусть вас не смущает ее название это утилита для передачи сигнала процессу вы говорите kill дальше название сигнала и дальше идентификатор процесс которому этот сигнал надо послать если вы имеете право это делать то процесс этот сигнал получит и дальше он его обработает если он умеет обрабатывать такие сигналы если он не умеет обрабатывать такие сигналы за него обработает их ядро но обычно она при этом процесс правда убивает а А, нет, ну есть специальные сигналы, которые не для этого нужны Ну, например, есть сиг-стоп Вы посылаете процесс сигнал сиг-стоп И он приходит в состояние ранних В состояние приостановлен Потом вы ему посылаете сигнал сиг-конт И он опять начинает работать Ну, достаточно удобно для того, чтобы Делать то, что я сказал Вот Сигналы Утилита килл Значит, один процесс отличается от другого Именно идентификатором Более того Довольно давно уже, там, несколько десятилетий Пошла мода части ядра Поселять в ту же самую таблицу процесса Давать им идентификатор процесса Чтобы им тоже можно было посылать сигналы И всякие другие сообщения Таким образом общаться с ядром Не через системные вызовы А все тем же вот этим Системный вызов Вернее, сиг Но нас сейчас интересуют другие вещи Значит, и так процесс отличается от процесса Идентификатором, который называется PID Который у всех процессов обязательно все растут Почему в вашей операционной системе запущены больше одного процесса? Как это, каким способом это достигается? Достигается это таким способом Для начала запускается самый первый процесс init Который традиционно имеет идентификатор 1 Вот В принципе это не обязательно Но вот во многих случаях Многие части системы завязаны на то Что у init идентификатор 1 Поэтому пускай будет там И вот этот процесс init Из-под себя запускает все остальные процессы Он их всех папа Существует понятие PID Parent PID Вот Если процесс запустил другой процесс из-под себя То он является его родителем Процесс дочерний является его потомком Вот Если процесс родительский умер Его усыновляет init Ну в общем какая-то такая структура Как происходит вот это вот размножение Это важно потому что Это имеет прямое отношение к наследованиям И нарушениям прав доступа Для того чтобы один процесс породил другой В классическом Unix Сейчас это уже немножко не так Потому что введены более гибкие В Linux есть гораздо более гибкие инструменты Но реализуют они все тоже парадигму В красиночком Unix было два системных вызова Для того чтобы один процесс породил другой И их стало два Эта операция не атомарная И она состоит из двух системных вызовов Первый системный вызов fork Второй EXEC Системный вызов fork Делают из одного процесса два Одинаковых Полностью копируется все окружение процесса То есть все открытые файлы Все переменные окружения Все настройки Все-все-все Единственное чем отличаются эти два процесса Это PID И тем что в одном из них функция fork вернет ноль А в другом она вернет идентификатор Боюсь соврать Родительского процесса Наоборот Дочернего То есть родительский процесс Получит индикатор дочернего А дочернего не получит ноль И об этом И так он узнает Что он дочерний Больше разницы никакой Из одного процесса становится два При этом обратите внимание Все что называется окружением данного процесса То есть все Не происходит ничего дополнительного Мы просто дублируем то что есть сейчас А вот поэтому Потом дочерний процесс Собственно выполняет запуск Системный вызов экзек Ну там есть их несколько вариантов Этих экзек Который означает запустить вместо данного процесса Другой процесс там из файла То есть нет операции породить процесс Есть операция раздвоиться И запустить вместо себя другой процесс Экзек Вот Дочерний процесс делает экзек Таким образом у нас вместо одного Получается два Опять-таки операция экзек Она занимается очень простой вещью Она берет и прямо в текущем окружении Выгружает тот процесс Который был запущен И из файла загружает другой процесс И запускает его При этом опять-таки Все открытые файлы остаются Остается все вот Ну все остается Даже пид остается Это тот же самый пид Операция экзек пид не меняет Вот операция форк она понятна Она для нового, для дочернего процесса Изобретает новый пид Экзек пид не меняет Про сигнал я рассказал Так вот Почему я остановился на этом форк экзеке Обратите внимание, что Для того, чтобы породить процесс Не нужно как-то его заранее настраивать Вернее так, можно его заранее не настраивать Операция форка Она просто дублирует окружение исходного процесса Операция экзек Она просто использует это окружение текущего процесса Никаким образом ничего не меняет Ну за исключением там, ну вот Название, да Аргв 0 у вас будет другой Да, говоря сившным языком Давайте мы к этому прикрутим Одну штуку Называемую Идентификатор пользователя Уид Когда вы запускаете свой процесс Вы входите в систему Этот процесс запускается С вашим идентификатором С этих пор Процесса Всякий раз Когда вы завершаете операцию форк Или операцию экзек Вам не уйти от того Что все дочерние процессы Поскольку их окружение будет копироваться Будут с тем же самым Ну, потому что Собственно, никакой операции Сделать это по-другому В общем-то и нет Тем самым Мы достигнем Просто автоматически Никаким другим способом Вы не можете запустить процесс А этот способ Сохраняет окружение Стало быть, сохраняет user ID Мы достигнем такой ситуации Что Вот Первый запущенный процесс С правами вашего пользователя В системе Пройдет процесс Исключительно запущенный С правами вашего пользователя В системе И это можно будет всегда проверить Окей Осталось только Добавить в систему Идентификатор Любого объекта Например, файла Или каталога Или девайсов В каталоге Слэш дев Или Еще чего-нибудь И мы получим Так называемую Субъект-субъектную модель Прав доступа Прямо сразу За бесплатно Смотрите У нас есть два случая Когда процесс Обращается к файлу И у них уиды совпадают И когда процесс Обращается к файлу У них уиды не совпадают Всего два Твоя-моя Или не моя-твоя Мы можем К объекту Прилепить Специальный бит Который будет Нам отвечать на вопрос А можно ли Или нельзя Это обращение Удовлетворить Можно ли процесс Обращаться к данному файлу Или нельзя к нему обращаться Один из этих битов Менее нужный Будет описывать Можно ли обращаться Хозяину К своему собственному файлу А второй Более нужный Будет описывать Можно ли обращаться Нехозяину К его несобственному файлу Первый случай Когда уиды совпадают Второй Когда не совпадают Какие способы Обращения к файлу Бывают В POSIX XO3 Ну и стало быть В Unix подобной системе Это Чтение Запись И использование Read, write, execute Что касается Первых двух То капитан очевидность Как бы подсказывает нам Что право читать Из файла Это Право читать из файла То есть Если допустим У нас Уиды совпадают И в соответствующем бите Для хозяина написано Что хозяин имеет право Читать из своего собственного файла То он имеет право Читать из собственного файла Запись файла Означает право Модификации содержимого файла И соответственно Если допустим Где-то уиды наших процессов Не совпадают И в соответствующем Атрибуте файла Написано Что для чужих процессов Не разрешать запись То запись будет незарешена И все чужие писать не смогут Что же касается Бита использования То для файлов и для каталогов Он означает разно Для файлов это означает Способ Возможность Возможность запустить файл Как программу Что кстати довольно полезно Потому что нам не нужно Рассчитывать на всякие расширения Вот как это сделано В некоторых других операционных системах Если ими файл заканчивается На .exe То он запускаемый А если не заканчивается То мы не знаем Запускаемый он или нет Вот В Unix все проще Если есть бит использования На файле Значит его можно запустить Если нет бита использования На файле Значит его нельзя запустить Все Как его запускать Если на нем бит использования есть Это уже другой вопрос Пускай операционная система разбирается Другая ее часть Вот Что же касается использования каталога То это более мутная штука Но в общем довольно очевидно Если в нее въехать Что такое каталог Это просто Такой список файлов И имен файлов И каких-то идентификаторов Этих файлов на дисках Так называемых инодов Список У нас имя Соответствует иноду Каталог Вообще говоря Мы можем считать Что это тоже файл такой Я видел операционные системы Где можно было Вывести на экран Содержимое Каталога Кат Имя каталога И там на экран Вываливалась некая Некая полубинарная хрень Вот вместо ls Сказать кат И он прям Выписывался на экран Смотрите Как можно воспользоваться каталогом Ну наверное мы хотим Прочитать Обратиться к файлу Который в этом каталоге находится То есть с одной стороны Мы когда читаем каталог Нам интересуют имена файлов В этом каталоге А когда мы пользуемся каталогом Нам интересуют сами файлы Как к ним обратиться Вот ровно этим Отличаются Чтения от бито Использования для каталога Прочесть каталог Это значит Получить список файлов В нем Имен файл Использоваться каталог Это значит Обратиться к файлу Имя которого мы знаем Самому К его уже права К нему самому Вот Если у вас каталог Разрешен на чтение Но запрещен на использование Вы можете посмотреть Его содержимое А что это за файлы Посмотреть не можете Потому что вот это вам запрещено Если у вас каталог Разрешен на использование Но запрещен на чтение Ситуация гораздо более интересная Вы не можете посмотреть Как называются файлы в нем Но если вы знаете Как этот файл называется То вы можете его открыть Вот Когда Я вот тут рассказывал Еще в прошлом тысячелетии Я администрировал ФТП сервер И мне нужно было Организовывать Заливку данных Куда-то Вот В какой-то момент Выяснилось Что Открытые ФТП Оставлять на просторах интернета Опасно Потому что туда немедленно Приходят всякие роботы И начинают туда Заливать какую-то Значит Ну что обычно заливают На файлы помойки Вот Неосторожных администраторов Поэтому У меня То место У меня ФТП На запись Был открыт Паблик ФТП Но у него не было Бита-р Он был вот такой Соответственно Файл можно было закачать А скачать уже было Нельзя Вот Ну я приходил По утрам И видел Значит Первую версию этого файла Закачанную Вторую версию этого файла Закачанного Третью Потом я чувствую Уже это не робот пришел А сам значит Монтейнер этой сети Пришел руками Начал закачивать Какие-то файлы Последний файл был Сесь админ Вот С именем И вот После чего Попытки закачивания Прекращались Ну так вот Да Вот такая вот странная штука Когда Зная имя файла Можно к нему обратиться А не зная имя файл Нельзя А я потом их руками перекладываю РВХ Значит Запись Чтение записи Использование Использование обычного файла Это просто возможность Запустить его как программу Использование каталога Это возможность Обратиться к файлу Внутри него Все бы хорошо И вот такая субъектная схема Отлично бы работала Если бы не Если бы люди Все были Все существовали в одиночку Смотрите Что нельзя сделать С помощью вот этих правдост Нельзя разрешить Некоторым людям Использовать этот файл А некоторым запретить Людям Мы можем только пока Оперировать Мой свой, не свой Себе разрешаю Другим не разрешаю Или себе разрешаю Другим тоже разрешаю Для того чтобы Ситуацию облегчить Вводится групповой идентификатор Причем Один и тот же пользователь Ну и стал быть запущенным процесс Может быть членом Сразу нескольких групп То есть вот Пользователь идентификатор Он уникальный на всех А групповой идентификатор Он За каждым процессом Их несколько Ну вернее так Каждый пользователь Запустивший процесс Может быть членом Нескольких групп Ну и наоборот Да естественно В группе может состоять Много людей Как у нас улучшается Ситуация с введением Группового идентификатора У нас получается Не два А три набора Битов Вот это вот Такой классический Триплет rvx 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 Это user Это group Это other Все остальные Если процесс Процесс Имеющий Идентификатор UID И идентификатор Группы Гид Обращается к файлу Имеющий Идентификатор UID И идентификатор Группы Гид Здесь один Один Здесь два Два Строго говоря Вот это необязательно Но опять-таки В силу одной хитрой причины О которой расскажу Прямо вот после этого У процесса есть Как бы список Значит Вот этот Гид Три Гид Четыре И так далее Значит Вот этот процесс Имеющий Уид и Гид Запущен пользователем Который еще Имеет Является членом Вот этих групп А вот этот файл У него Вот ровно Два маркера Таким образом Значит Как определяются Как определяется Права доступа Если Совпадают Уиды То мы смотрим Вот на этот Первый Трипли И только на него Если там написано Все запретить Ну значит Вот сам человек Выстрел в ногу Сам себя запретил Если уиды не совпадают Но совпадают Вот один из этих Групповых Индивикаторов Вот с этими То есть Гид процесса Или список Групп членов Которые Является пользователь Тогда С этим вот Тогда мы Действуем По второму Триплету И опять-таки Только в том случае Если первый Не совпадает А второй Совпадает Принеменяются Вот эти правила При этом опять-таки Если здесь Все закрыто Для группы Все запретить Значит все запретить Для этой группы Наконец Если не совпадает Не это и не это Мы применяем Третье правило Гид процесса Указывается В том же месте Где указывается Уид То есть Когда вы запускаете У процесса Есть уид и гид Сразу Этот гид Так называемый Primary Group Это ваша первая группа Она как бы Главная Вот в этом списке Она одна Если нужно определить Вот это Вот на вашем В этом втором шаге Определить Права доступа Вас как члена группы То проверяется Гид процесса А еще вот этот Весь этот список До кучи Объясню Вот я говорю Вот как только Мы в это вкурим Я сразу расскажу Зачем нужен праймер Вот Таким образом Мы не выходя За рамки Субъект-субъектные Модели прав доступа То есть Мы не имеем Отдельный список Каких-то Специальных Идентификаторов Объектов Как это сделано В access control Листах У каждого Аббетра Есть идентификаторы Потом можно писать Кто что имеет право Делать Не имеет право Делать У нас есть только Твоя и моя Мой файл Файл Принвижающий Моей группе Файл Принвижающий С помощью которой Довольно неплохо Моделируется Там 95% Способов доступа В современных Линуксах Есть также И другие Модели доступа В том числе И access control Листы Где мы уже Явно определяем С каким объектом Какой субъект Что имеет право Делать Ну и всякие Другие штуки Типа SE Linux Вот В данном случае Я описываю Именно юнекс Подобную систему В которой Вот это было главное Значит Ну Ну там Понимаете Какие ситуации Трудно обойти Когда одной группе Надо разрешить Только чтение Другой только запись А всем остальным Вообще ничего не разрешать Вот тогда Мы ничего не можете сделать Потому что Гид у вас один У объекта Вот Ну вот Значит Во всех остальных Случаах Это гибкая Достаточно гибкая схема Работает хорошо Главное Она постижима Файл с группами И файл с пользователями Его можно прочесть Он human readable И human readable Вы его сами создали Когда пользователь заводил Вот Что нельзя сказать Об огромных таблицах Акцесс контрол листов Которые значит Могут занимать Там Они же автоматически Генерируются Мы умножаем Пространство пользователя На пространство объектов На пространство Возможных способов доступа Получаем вот такую Бесконечность Все Это все Что нужно сказать Про Соблюдение прав доступа В Unix подобных системах Берем объекты Расставляем на них Хозяев Ну вернее так Когда вы создаете объект Он автоматически Становится вашим И только вашим Процесс Создающий файл Создает файл С идентификатором пользователя Равным идентификатором пользователя Процесс Вот этому Да Ну вы можете потом поменять Есть команды CHGRP Она называется Которую вы можете поменять Гид вашего Файла На любую группу Членом которой вы являетесь Пожалуйста Это можно сделать И вообще Права доступа к файлу Вы сдаете сами Вот это вы тоже можете поменять Сами Если файл Если у вас есть запись на этот файл У вас У Вам Ну и если это файл для группы Значит вот это Короче если вам разрешено Писать в этот файл Вы можете ему поменять Кстати нет По моему По моему изменить права Может быть только хозяин И если группа принадлежит Другой не может Ну не важно Это надо проверить Так Прежде чем Значит да Единственное что мы тут Не обсудили Это как бы Следует из того Что я рассказал Но Это такая неожиданная Неожиданная ситуация Связанная с правами доступа в линуксе Это Что нужно сделать Итак Что такое Права записи в каталог Значит права записи в каталог Со всей очевидностью Это права Изменения вот этого списка Как вы понимаете Изменять вот этот список Не означает Изменять вот этот файл Чисто формально От того что вы изменили каталог Вот этот файл Никак не поменялся Поэтому Даже если в вашем каталоге Лежит чужой файл Вы его можете удалить Удаление файла Не является модификацией Этого файла Помните У Шекли В службе обеззараживания планет Там были такие монстры Которые снились людям Под действующим Под действием специального газа Вот один Значит И этот космонавт Который значит Нанюхался этого газа Говорит монстру Ты не можешь мне причинить вред Потому что ты моя галлюцинация Тот говорит Да я не собираюсь причинять тебе вред Я хочу тебя только съесть Да Вы не можете причинить этому файлу Но вы можете его удалить Если вы не являетесь его хозяевом Но являетесь хозяевом каталога Такая фигня Это правда Значит удаление каталога Удаление файла из каталога Не считается модификацией файла Неважно Удаление Удаление объекта Из каталога Не считается модификацией этого объекта Хотите удалить каталог Пожалуйста удаляйте Вы можете удалить все содержимое Если вы имеете право записи на каталог И что вы можете удалить И что Вы можете удалить этот файл изменение каталога это изменение всего лишь вот этого списка значит дело вот в чем дело в том что есть каталог слэш тмп или если вы посмотрите на право на него вы увидите что у него помимо вот этих 9 битов возведет что 10 так называемый то бит вот тут он лежит на самом деле он не здесь на неважно он там еще где-то 10 вот он раньше использовался вообще для 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 очень забавных вещей а именно стики бит используется для того чтобы процесс не выгружался из из памяти даже если он не работает так запрещен запретить 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 его кэширует в ней не кшете свапировать но это уже недавно не используется а вот на каталог вот этот тбит это еще иногда представляется в виде восьмеричного числа 777 да там 6 5 5 6 4 4 да там 770 вот это все так вот на тмп это 1777 то есть rvx 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 еще вот этот вот тбит на каталоге он ровно запрещает ту операцию которую мы с вами говорили если каталог доступен для на запись один сообщений rvx 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 но еще вот это так вот если у вас стоит тбит на так и на каталоге в нем вот операция удаления чужого файла запрещена но только в этом случае специально для того чтобы люди которые все записывают каталог тмп не удалили друг дружки на файл вы можете сделать то же самое со своим каталогом если хоть но по умолчанию если каталог принадлежит вам манипуляция с его именами это только ваше дело чтобы закрыть эту тему тему соблюдения прав доступа и начать тему нарушения прав доступа скажу вот что что на самом деле имя в линуксовой файл системы не является уникальным идентификатором файла у каждого файла может быть сколько угодно имен в любых каталогов в рамках одной файлы системы сколько угодно они называются hard links жесткие ссылки вот кто знает язык программирования питон там точно так же стоит наименование объект то есть фактически удаление файла не является удалением файла да вот это вот является удалением одного из их имен если хозяин этого файла файл не ваш не озаботился чтобы в каком-то каталоге принадлежащим не вам у этого файла было еще одно имя но он сам себе злобный буратино если уж он так сделала что единственное имя его файла находится в вашем каталоге и вы это единственное имя удалили андрев это ревка он стал равен нулю файл перешел в разряд удаленных ну он так хотел ну правда если бы он так не хотел он сделал по-другому вот так что вот таким образом удаление файла на самом деле это всего лишь удаление имени и мы значит мы по этой причине считаем что это операция безопасная раз она вам позволен во все это во всем этом разговоре я намеренно не рассказываю про утилиты которые этим занимаются потому что вот тогда у нас будет разговор не на два не на две пары она на весь семест ну правда утилита формат утилит ключи вот это все давайте мы начнем подождем до следующего семестра либо целого вас к своему же учебнику который называется я прошу прощения операционной системы linux написаны нам вдвами вдвоем но и моим коллегой кирилл маслинским вот где вот это все как раз разжевывается достаточно подробно можете заглянуть туда там все написано опять таки среди вас должны быть люди которые поняли подвох которые знали что он есть и которые вы не поняли начнем сказал что сначала запускается процесс и нет какому пользователю он запускается какого-то ну да вот некоторые знают внимание вопрос а как же так получается что ваш процесс вот когда вы входите систему запускается не с правами этого самого пользователя а с правами вашего у них уид другой ответ очень простой но разумеется есть системный вызов сменить вы взяли сменили вызвали сетт уид да сетт уид да вызвали и вперед у вас процесс принял и привет а зачем тогда все вот это да то есть если мы если мы как сколько времени ух мало времени ладно я постараюсь успеть значит если мы ввели такое свойство ядра как поменять уид на другого пользователя зачем тогда защита частным шу программу на сей который поменяет уид на другого пользователя и все сделает лица другого пользы а нет нельзя значит в юник системе есть понятие доверенный субъект вот все субъекты про которых мы говорили недоверенный субъект они не имеют права вот они не имеют права вызывать все ты есть единственный доверенный субъект доверенный субъект субъект он называется root корень зла да вот у которого уид равняется нулю если у вас уид равняется нулю то вот это вот для вас не действительно вы имеете право вызывать сетт уид вы имеете право осуществлять доступ к файл за исключением вот этого вы не сможете запустить файл если он не разрешен на запуск но вы можете не ум поменять и сделать его разрешенным на запуск но вот чтение записи к файлу если процесс имеет вид 0 она не лимитируется никак соответственно многие ошибочно называют пользователя root с правами которого можно залогиниться в системе работать системным администратором это неправильно системный администратор нормальный человек а root это супер пользователь если вы выполняете команды от лица супер пользователя то вы как бы сказать знаете что делаете сами понимаете да вот если вы операционная система организован таким образом что нарушать права доступа нельзя если вы запускаете процесс который имеет право нарушать права доступа значит вы это делаете осознанно и берете на себя ответственность за результат вот пользователь может случайно удалить только свой домашний каталог а root может случайно удалить что хочет все таким образом вот этот самый нет он запускается с правами супер пользователя дальше когда вы входите в систему из-под вас запускается командная оболочка под названием shell или там ваш или еще какой-нибудь shell с правами вашими то есть обычного пользователя и дальше вы попадаете вот в эту ловушку что чтобы вы не запускали из-под шелла она все равно будет запущена справа и поле а цветует есть еще сайт гид вот этот ток про что я успею рассказать сегодня а вот про документацию рассказать не успею значит расскажу завтра сейчас root до супер пользователь здесь мы упираемся в одну интересную в один интересный момент который собственно показывают что вот эти операционные системы 40-летней давности они как записались большим с большим количеством юмора и пароль в классических юних системах ну правда в современных системах вроде alt linux это не так но в классических юних системах пароли все лежали в файле по svd этот файл по svd принадлежал луту да и в него нельзя было писать разумеется пользуюсь даже читать из него нельзя отлично я запустил программу по свд который меняет пароль она взяла мне изменила пароль как она это сделала то есть вот эта программа по свд которую я запустил из-под себя с правами себя каким-то образом обрела права суперпользователя. Хотя мы точно знаем, что все туиид ей сделать нельзя. Запрещено выполнять системный вызов все туиид. И стало быть, она себе уид сменить не может. Пришлось добавить в в наш триплет атрибутов файлов еще парочку битов. Если у вас программа имеет по-моему вот эта группа, а вот это 2 это группа, а 4 это юзер. Могу ошибиться. Короче говоря, добавим в этот триплет еще парочку битов. И если у вас объект, объект, программа принадлежит руту, уид равняется нулю, и дополнительно у нее есть по-моему, вот боюсь соврать, по-моему, восьмеричная 400. еще один бит, 11, 12, так называемый ситуит бит, то такая программа при запуске запускается с уидом 0, с уидом равным n. не с вашим, а с уидом, который в файле написан. Это понятно? Вот. То же самое с гидом, да? Это гид равное m и там, по-моему, 2000. Могу ошибиться. Такой так называемый сет гид бит. Таким образом, системный администратор может вручную разложить фикс-ном конечное количество программ, которым и только им разрешено нарушать права доступа, дать им специальные права, то есть написать их гид и уид, равный тому пользователю, с правами которого их надо запускать, поставить сетуит или сет гид, в результате чего мы получим программу, которая при запуске меняет свои права. В частности, традиционные по СВД, опять-таки, в Альтинуксе сделаны чуть-чуть по-другому. Я попробую следующий раз про это рассказать. просто интересно. Не только в Альтинуксе, кстати, в Альтинуксе так сделано. Традиционный по СВД это сетуидная программа, то есть программа, которая принадлежит руту, имеет сетуид бит, и поэтому при старте этой программы она запускается как принадлежащую руту, дальше она вас спрашивает плагин, ну да, пароль, вы говорите, новый пароль, она его меняет, записывает в файл, который принадлежит руту, информацию о вашем пароле, еще останавливается. Что этим достигается? Этим достигается возможность контролируемого преодоления системы прав доступа. Разумеется, все такие программы сетуидные, сетгидные, надо бешено вычитывать на предмет безопасности их, а то мало ли что, при задании пароля размером в 48 килобайтов, программа внезапно выполнит кусок этого пароля как бинарный код. Осталось только подобрать правильный пароль и вот у вас с правой рута выполнился бинарный. Ну, такого, конечно, не происходит уже очень давно. Уж чего-чего, обувь ушло на ПСВД, ну это, ну, в прошлом тысячелетии, я думаю, такие ошибки уже поправили. Вот, такие программы надо очень тщательно вычитывать на предмет их уязвимостей, но вы всегда можете очень легко их найти, да, вот, они отличаются, у них вот есть situate-bit прямо у самой программы. Это не какая-то чудесная ее внутреннее свойство, да, это прямо атрибут файла системы. Вот эта программа нарушает права доступа, потому что она запускается как в ближайшую руту или там в ближайшую группу. Так, мне кажется, у меня кончается время. Да, поэтому на следующий раз у нас остается самая интересная тема с этим связанная, это как можно вот всей этой штукой манипулировать, дальше на следующий раз у нас тема по информационному пространству классической юности среды, может быть и хорошо, что она на следующий раз, дальше на следующий раз Shell, и, собственно, из этого я попытаюсь описать, почему такая Linux-подобная система, в том числе и достаточно современные Linux, являются очень хорошим конструктором для решения довольно широкого класса задач, и следующая уже лекция после следующей через одну будет посвящена тому, как это должно быть превращено в дистрибутив, наша основная цель, как организовать дистрибуцию вот этого всего. По-моему, больше так особо ничего, а, нет, там еще старт системы, в следующий раз, как стартует операционная система, как она разворачивается, вот это все, ну, чтобы понять, как она устроена. Все, у меня кажется, все, если есть вопросы, спрашивайте. Ну, тогда спасибо. Спасибо.